Медики 2-й поликлиники Центральной медико-санитарной части приглашают магнитогорцев, чей год рождения предполагает в этом году участие в диспансеризации населения, пройти это обследование на базе своего медицинского учреждения. О том, как и когда отправляться на диспансеризацию, а также о нововведениях этого масштабного общероссийского профилактического проекта, рассказывает Юлия Никифорова. Напоминаем, всеобщая диспансеризация взрослого населения страны – это комплексное обследование, которое абсолютно бесплатно могут проходить россияне, начиная с 18-летнего возраста. Мы приглашаем весь город, прикрепленное и неприкрепленное население. Главное – обратить внимание на год рождения, соответствует ли он диспансеризации в этом году, и с удовольствием к нам приходите. Если хотите узнать какие-то подробности по диспансеризации, то можно зайти на сайт медсанчасти комбината и на этом сайте в разделе «Диспансеризация» заполнить анкету онлайн и прийти к нам с готовой распечатанной анкетой или посмотреть какие-то нюансы при проведении диспансеризации того или иного года. В этом году в список обследований, которые граждане проходят в ходе диспансеризации, внесен новый пункт. Граждане в возрасте от 21 года до 48 лет могут сдавать анализы на ВИЧ, то есть могут добровольно обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Не удивляйтесь, если о необходимости пройти диспансеризацию вам по телефону или письменно напомнят представители страховой компании. Согласно новому федеральному приказу, страховые компании, работающие с ОМС, обязали содействовать медицинским учреждениям в проведении диспансеризации, чтобы обхватить массовыми обследованиями как можно большее количество людей. К примеру, на базе второй поликлиники медсанчасти в прошлом году диспансеризацию прошли 5 350 человек. К сожалению, говорят медики, только 22% из них – молодежь от 20 до 36 лет. Самыми ответственными участниками проекта оказались представители старшего поколения. Чтобы вовлечь в диспансеризацию молодежь для удобства работающего населения, медики второй поликлиники периодически работают по субботам. В течение нескольких месяцев мы выходим обязательно одну или две субботы. Вот в частности, в феврале месяце у нас запланирована суббота 18 февраля. Мы работаем с 9 до часу, приглашаем всех пациентов, голодных для сдачи крови, с необходимыми анализами, мы их ждем, будет проводиться диспансеризация. И сразу говорю о том, что в марте, 4 марта и 18 марта мы будем работать по такому же графику. График проведения диспансеризации по субботам также можно узнать на сайте Центральной медико-санитарной части. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН.